В нашей столице, как, впрочем, и во многих других городах постсоветского пространства, формат отдыха под названием «Караоке» в последние годы очень популярен. В Кишневе по меньшей мере 100 таких заведений, на слуху – несколько десятков. Наш следующий герой знает об этом в виде бизнеса, если не все, то очень многое. Мы решили узнать у него, в чем секрет успеха столичного караоке-клуба «Сан Рема», как развивался проект и каковы его особенности. Встречайте, Алексей Сивунник и караоке-клуб «Сан Рема». Алексей – давний фанат караоке-клубов. Именно такой формат отдыха всегда был по душе нашему герою и его друзьям. Более 10 лет он посещал такие заведения в качестве гостя. Сегодня он сам встречает гостей в своем собственном караоке-клубе «Сан Рема». От идеи до реализации прошло ровно 12 лет. Буквально года 3-3,5 назад пришла мысль все-таки открыть, наверное, какое-то что-то свое. Свое маленькое, небольшое. Опять же, собрались мы с друзьями, рассмотрели какие-то варианты помещений. Что бы подошло под караоке, не большое, не мегаглобальное, а вот такое вот для, как говорится, зарождалось все как для своих. Но мы же прекрасно понимаем, на своих сильно не проживешь и не протянешь. То есть, конечно, открыли мы как бы для своих, но по сути это было общедоступное место. Имея 12-летний опыт караоке-клуба в качестве клиента, да, я не знаю, как там происходит забарная стойка. Я не знаю, как происходит там на кухне, да, я не знаю этих процессов. Я совершенно в другом, в другой сфере, в другого отрасли абсолютно. Здесь сфера обслуживания для меня это новинка тогда была. Вот, но благодаря, опять же, обученному персоналу, благодаря ребятам, которые умеют все это делать, да, пошло, пошло, более-менее пошло. Пошло благодаря тому, что с построением бизнеса Алексей уже давно был знаком. Развитие проекта караоке – не первый его опыт. Сознание того, что работать нужно на себя, к нему пришло задолго до этого. Первые мысли такого рода, как сделать что-то свое, буквально, наверное, через полгода мы уже смогли позволить себе арендовать в том коммерческом центре небольшие сначала площадя, небольшой складик и небольшой магазин. Также у нас появился уже отдельный бухгалтер, отдельный продавец, ну, отдельно. Сначала, конечно, мы были продавцами, мы были грузчиками, мы были кладовщиками. То есть мы, почему говорю мы, я со своим партнером, ну, как у нас сейчас модно, партнер-кум, да, то есть вот со своим кумом, со своей кумой, значит, мы начали развивать, вот какое-то вот, предпринимать, начали какие-то шаги в каком-то бизнесе. Уже после того, как Алексей понял, что бизнес – это прежде всего правильный подход к делу и его организация, последовало воплощение мечты – создание караоке-клуба. Сан-Рема не первый такой проект. Два подобных удачных проекта он уже развил и продал. Вполне удачно, утверждает герой. Еще один находится в Бельцах. Первая караоке, она находилась недалеко, скажем так, от нынешнего караоке. Затем друг, мы опять же, по стечению абсориста предложил еще одно помещение, говорит, а почему бы вот не сделать то же самое и здесь. Я поглялся с своими партнерами, партнеры дали добро, так пошло второе, так пошло третье. Потом мой партнер давний, лет 15, мы с ним уже сотрудничаем в Бельцах, предложил, говорит, а помоги сделать, давай сделаем и в Бельцах. Говорит, вот в Бельцах нет ничего хорошего. Я собрался в командировочку в Бельце, поехал к нему в гости, посмотрели, проанализировали, побывали во всех клубах в городе Бельц. И сегодня мы сделали там караоке, скоро ему в два года уже. Это успешный проект, это самые лучшие караоке в Бельце. Итого на счету Алексея уже четыре успешных караоке-клуба. Сегодня секрет успеха каждого новоиспеченного заведения такого рода прежде всего в подходе, утверждает Алексей. Бизнес-план однозначно нужен, однозначно нужен хотя бы в части его, в части анализа, анализа рынка. На рынке Молдов, именно по части караоке, переизбыток. Полностью переизбыток. Рынок сегодня просто трещит. Уже вот здесь, извините за жестикуляцию, но вот здесь караоке. Чтобы быть не все караоке, это достаточно сложный процесс. Если раньше можно было караоке просто открыть, сделать какой-то ремонт, упаковать его техникой, нанять людей и вперед, то сегодня нет. Сегодня все так делают. Сегодня очень мало клиентов и за них идет очень жесткая борьба. Надо выделяться каким образом? Какие-то вечеринки, какие-то специальные гости, какие-то специальные мероприятия, какие-то развлечения дополнительные, помимо того, что человек просто может прийти и попеть в караоке. Именно этим и отличается клуб Сан Рэма. Тематические вечеринки, выступления популярных исполнителей и индивидуальный подбор формата любого мероприятия. Помещение относительно небольшое, но достаточно компактное и вместимое в свою же очередь. Здесь помещается оптимальное количество человек. Это порядка 100 посадочных мест, что в принципе и не много и не мало для проведения каких-то, возможно, даже частных вечеринок, закрытых вечеринок или же даже небольших, скажем так, вип-концертов. Есть сцена, сцена полностью оборудована для музыкантов, для выступающих, и также гости, которые наблюдают за происходящим, чувствуют себя комфортно на этом небольшом концерте. Мы можем записать ваш голос, как вы поете, наложить красивенько на него минус, то есть, скажем так, слепить песню, только где вы солист, и вам его презентовать, чтобы вы наслаждались в машине дома. Нужно признать, для того, чтобы открыть такой караоке-клуб небольшого формата, но с качественным звуком, его автору нужно изрядно потратиться. Техническое оборудование – одна из самых затратных составляющих такого проекта. Он настраивает ваш голос, убирает дефекты с вашего голоса, с тембра. Люди к этому привыкли. И люди теперь уже от любого караоке требуют именно такого подхода. Что касается техники, ну, давайте я приведу просто пример. Один микрофон для караоке, качественный микрофон для караоке, стоит порядка 400-500 евро. Это только один микрофон. Хочу напомнить, микрофон – это расходный материал. Это как тормозные колодки у машины. Он упал, он сломался, его выкинули. Это десятки тысяч. Техника для караоке, то оборудование, куда вы приходите и слушаете себя, стоит десятки тысяч, конечно. И тем не менее, караоке-клубы в Кишиневе есть. Благодаря их популярности число их растет. В столице уже более ста таких заведений. 30 из них – на слуху. Самые предпочитаемые. Но избалованный гость столичного караоке уже очень придирчиво подходит к выбору заведения. Так в чем же секрет успеха караоке-клуба? На чем нужно сосредоточиться при создании проекта? Первое, на что нужно обратить внимание при открытии очередного караоке – это на то, что открывать его не надо. И это не шутка. Не надо. Хватит. Уже их очень много открыто. Но если говорить конкретно, нужно обратить внимание на месторасположение, на помещение. На геометрию помещения, на высоту потолков, на возможность проведения приточной и вытяжной систем, на площадь кухни, на размер, на площадь туалетов. Сегодня большой стартовый капитал требуется для этого. На что побольше? Техника, дизайн интерьера, кухня. В целом на все. Плюс ко всему знание дела и любовь. Любовь к караоке и человеческой страсти к песнопению. Алексей знает практически каждого гостя. Сюда приходят к Алексею в Сан-Рема. Компаньонов в этом проекте у него нет. Семейный бизнес. Бизнес семьи, на счету которой не один проект. Это семейный бизнес. Всем нашим руководит наша семья. То есть отец, я, мама, жена, теща участвуют в этом мероприятии тоже. Все мы такой семейный подряд, которые занимаемся нашим бизнесом. Именно проект Сан-Рема полностью под моим руководством. И судя по всему успешным руководством. Алексей создал все необходимые условия для приятного времяпрепровождения каждого гостя. Охрана, строгий дресс-код и более 30 тысяч минусовок на русском, румынском, молдавском, английском и итальянском языках. Все, что душе угодно. Время узнать о рентабельности заведения. Любой проект такого рода нельзя никак рассчитывать на очень быструю отдачу. Отдача однозначно возможна только спустя 2-3 года. И то не факт. Опять же, зависит очень от многих факторов. Помещение в собственности или помещение в аренде. Мы все прекрасно понимаем, что такое собственность, что такое аренда. Скажем так, как повезет сегодня. Везение – вещь относительная. За такой подход должна быть и отдача. Сан-Ремо в нынешнем его формате работает всего лишь полгода. И клуб уже успел приобрести сотни поклонников. Есть у Алексея планы по подготовке сюрпризов для гостей Сан-Ремо. По расширению особых планов нет. Но они всегда могут появиться в зависимости от выгодного предложения. А планы, наверное, по Сан-Ремо можно сказать – качественное повышение отдыха. Привлечение иностранных, зарубежных артистов. Скажем так, выводить отдых, понимание отдыха в караоке на какой-то другой немножко уровень. Не просто прийти, заказать себе 50 джека с Кока-Колой, спеть свои три песни, а, наверное, все-таки в сторону шоу, в сторону развлечения гостей. Все-таки умеет отдыхать наш народ. Умеют и предприниматели предоставить качественный отдых. А разве существует более привлекательное сочетание, чем любимое занятие и реализация бизнес-проекта, причем рентабельного? Хоть Алексей отрицает возможность открытия нового караоке-клуба, сдается мне, что мы еще услышим о его новом проекте в этом формате. Ведь до 2003-го он и думать не мог, что создаст на сегодняшний день уже 4 караоке-клуба. Будьте смелее в своих мечтах и их реализации. Это был телепроект «Хочу стать миллионером». Увидимся ровно через неделю. Оставайтесь с МБС, с нами всегда интересно.